Срок сдачи объектов все ближе, контроль все строже. До конца месяца должна быть представлена жителям новая набережная на правом берегу Клязьмы от Старого моста до улицы Пушкина. Глава района Алексей Валов регулярно проверяет ход работ, тем более, что пройти по даже строящейся набережной с каждым днем все приятнее. Полностью завершены монолитные работы, ведется шлифовка бетонных конструкций, смонтировано уличное освещение, заканчивается укладка брусчатки и устройство деревянного настила из лиственницы. Строители приступают к асфальтированию велодорожки. Монтируются элементы доступной среды. По инвалидным пандусам все выполнено, заказан решетка на пол, ждем, как привезут, все установим. По перилам работы ведутся, по настилам к воде работы ведутся, 3-4 дня все закончим. По графику к концу месяца мы должны все работы закончить 100%. Иногда архитектурные решения приходится корректировать. Так произошло, например, с конструкцией стальных перил. В проекте был заложен такой примитивный, а теперь архитекторы увидели, что и проектанты увидели, что там как бы он не вписывается в общую концепцию набережной, поэтому ее меняют срочно. В этом году в план работ на набережной не были включены два пешеходных мостика в районе техноткани и ШТФ. Но в проекте они есть и вошли во вторую очередь реконструкции. Уровень обоих мостов будет выше действующих. Пока же с набережной к ним придется спускаться по лестницам. Надо архитектурный облик менять, надо, соответственно, дополнять элементы набережной и соответствующим другим конструктивам мостов. Зато возобновились работы на старом мосту. Переправа строится на установленных ранее металлических конструкциях. Будут оборудованы и новые подходы с обеих сторон. Судьба действующего моста не определена, пока он находится в частной собственности. Решили достроить параллельные пешеходные для того, чтобы уже была гарантия жителям о том, что пешеходный мост будет уже в полном объеме функционировать. Как мы не раз уже рассказывали, в микрорайоне Чкаловский на улице Гагарина формируется пешеходно-прогулочная зона общественного притяжения. Работы ведутся в рамках программы восстановления инфраструктуры бывших военных городков и также находятся на постоянном личном контроле главы района. Пока жителям приходится терпеть определенные неудобства, связанные с проведением земляных работ, но это временное явление. Темпы работ подрядчики соблюдают, претензий к качеству также нет. Немного задерживается оборудование кругового движения на перекрестке улиц Гагарина и Жуковского. Ведется согласование переноса вышки связи. Алексей Валов также встретился с жителями дома 17 по улице Краснознаменской. Напомним, большинство квартир два года назад предоставлены обитателям так называемой казармы в Первом советском переулке. В новом доме люди жалуются на частые перебои в работе лифтов, скользкую тротуарную плитку. Руководитель УК Пик Комфорт объяснил, что пока лифты производства Лыткаринского завода находятся на гарантии и его представители обязаны их обслуживать. Проезжали, делали по гарантии, опять ломаются. В последний раз они привезли запчасти, положили, сказали делать мы не будем, хотите делайте сами, хотите нет. Сегодня бригада приступила к монтажу привезенных запчастей, ну вообще к ремонту лифта в 11 часов на первом подъезде. В понедельник вы должны сделать два лифта. В то же время есть претензии и к самим жителям. Не все смогли адаптироваться к цивилизованной жизни после переезда из казармы. В доме отмечаются случаи вандализма, в том числе порчи лифтового оборудования. Глава рекомендовал выбрать совет дома. Так будет проще взаимодействовать с управляющей компанией и принимать решения, например, по установке видеокамер, о чем также просят жители. Чтобы управляющая компания энергичнее работала и быстрее реагировала на вопросы, на решение вопросов жителей. Конечно, напрямую управляющая компания будет решать все вопросы, а если вдруг что-то, я доступен в любое время. Мне нужна инициативная группа или представитель совет на квартирный дом.